Мы уже говорим много про нашу свадьбу, расскажите, как была ваша свадьба. Нет, наша свадьба была очень классная. Она была нисколько... Я даже помню, так фотографировалась, говорю, так, давайте фоткайте быстрее, у нас там друзья, блин, давайте. И мы, ага, ага, давай, вот тут, давай, ага, ой, классно, побежали. Ну, мы в плане... Классные фотки в Инстаграме. В Инстаграме, да, но их на самом деле классных фоток у нас мало, если честно. Потому что мы все время в каком-то таком состоянии, мы не хотели больше обращать внимание на... Живые. Да, но больше живых, хотелось бы на живых эмоций, состояние вот этого у нас очень было весело, очень, мы смеялись много. У нас были, у нас просто такие друзья, они делают ветер, скажем так. Ну, и как бы в этом, в этот раз не мы были, мы были просто такие, мы же жена, а все, все весело сделали друзья. У нас там очень смешные поздравления, они не шутили, они просто говорили, и это было просто смешно. Там очень смешно ведущий отбивал их пожелания. Ну, в общем, одна подружка вставала и говорит, боже, я как плакала, и хохочет, я так плакала. Вторая поднимается, говорит, я так люблю с вами поржать. В плане, что это были такие моменты очень прикольные там, кто на пинце, ну классно было. У нас был пиано бой, мы очень любим этого исполнителя, мы под него сильно веселились тоже. Потом, вы знаете, в финале какие песни будут? Ну, конечно же, руки вверх, бродит же, все, что было в молодости. Иванушки, тучи, это было вообще просто добилочка, и все плясали, очень весело было. Что было, такая молодежная вечеринка? Да, вообще, у нас... Слевады где-то было, да? Да, это было на Киевском море, рядышком. Ну, до Киевского моря мы там все, так, вот эта зона, это кальян, вот эта зона, там, бассейн, и тут отдыха, релакс. Вот эта зона, никакие зоны, все вот так вот встали возле в одном месте, толпой ржали. Никому эти зоны не нужны были, и вообще, это все такое, я не знаю, свадьба должна быть все-таки эмоциональной. И сейчас бы я там, конечно, что-то изменила бы, но немногое, там, пару цветочков, цвета поменяла бы, и все. Слушайте, вы были знакомы к за миллиону лет, если так можно сказать. А почему дошли до Закса только вот четыре года назад? Или это все такое? Да я не знаю, я люблю шутить, что я терплю уже, Андрей, это тогда на тот момент, уже восемь лет, Леся говорит. Да я твоего беднякова, что там пять лет терплю, три года терпела. Говорю, да я его восемь лет терплю, до сих пор замуж, не знаю. Да мы как-то вообще спокойно относились к свадьбе, к... Это больше, наверное, Андрея мама, ну когда же, что же, ну деточки, ну так хочется внучочечка. Ну тогда она говорила, внучка, внучочка, хотела она мальчика, наверное, не знаю, может девочка, ну неважно. И как-то вот все больше родителей, мы в какой-то момент, Андрей, ну он решил, конечно, я же не могу решить за него предложение сделать. И он решил сделать предложение. Но мы как-то так спокойно всегда относились к этому, мы жили и жили себе. Все было хорошо, ну что изменить штамп, ну что изменить там кольцо. Ну как вы знаете, поменялось все равно, все говорят, о, ничего не изменилось. Да изменилось, мы стали такие ответственные. Ну как, не, не, не стали ответственные, не, вру. Но чуть-чуть там на 10% ответственнее мы стали, скажем так.